Привет, друзья! Привет! Какой сегодня у нас день? Последний день школы! Да, это даже не учебный день, а просто последний день школы. Дети сейчас пойдут буквально на три часа в школу, чтобы попрощаться с своими одноклассниками и с учительницей. И Соня еще должна отдать книги, которые она в библиотеке задолжала, иначе придется заплатить 15 долларов. Все, пойдемте. На самом деле, это такой, мне кажется, грустный день, потому что дети в последний раз будут общаться с своими одноклассниками, и свою учительницей. На следующий год будет все по-другому. Будет другой состав класса, будет другая учительница. Соня почему-то уверена, что много еще людей будет из этого класса в ее следующем классе. На самом деле, никто не знает, какой состав класса будет в следующем году у наших детей, и кто попадет из этого класса к ним. Может быть, человек 5, 6, 7, 8. И не хватит, что это были те друзья, какие у тебя были в предыдущем классе. Я не знаю, для чего так делают американцы. Мне кажется, на самом деле, это очень стресс для ребенка. Менять постоянно одноклассников и учительницу в комнате. Но, тем не менее, для чего-то это здесь делают. А в старших классах еще хуже. Там вообще ребенка не будет учительницы, классно руководительницы. Не будет одноклассников, с которыми будут постоянно они заниматься. Дети будут ходить из класса в класс, и все время будет разный состав детей на занятиях. Может быть, они подготавливают к этому заранее детей, не знаю. Так, все, дети, давайте, увидимся через 3 часа. Погнали. Пока. Пока. Прошло 3 часа. Я пришла за детьми. А здесь веселуха. Так, это Сонин класс играется. Сонин класс выстрелился первый. Там Сонин, с его одноклассниками. Все, последние минуты совместные. Я не знаю, чем они обливают друг друга. Какими-то красками. Это вот высокий, лысый. Это у них учитель. Это шестиклассники так веселятся. Ой, какие они все грязные. Ужас, что они делают. Ужас. Лизочка пришла. Скажи, а что это за пакет у тебя? Конфеты. Это учительница вам подарила, да? Всем? Каждому ученику по пакетику конфет. Здесь не только конфеты, здесь еще что-то, игрушки какие-то. Ну как ты, попрощалась со своими одноклассниками? Грустно было или весело? Попрощалась и еще обняла мою учительницу. Обняла свою учительницу. Грустили? Никто не учительница плакала? Нет. Сонь, какие дела? Отдала книги библиотечные? Да. Все нормально? Так тебе еще какие-то листки отдали, да? Да. Плакали? Никто не плакал. Все радовались, да? Нет. Ну, грустно было, но мы не ревели. Коля, Коля, Николай вышел. Сейчас он попрощается с учительницей. Идет. Бери, Бери, Бери. Коль. Конфеты. У тебя тоже подарки от учительницы? И репорт-карт, да? Угу. Как дела? Все хорошо. Грустно было? Конфеты. Нет. Все конфеты. Ну все, пошли домой. Закончился учебный год. Сейчас мы все дома посмотрим. Пойдемте домой. Я не представляю, что это посреди школы. Я не могу. Все, мы пришли домой. Теперь мы покажем вам кучу, кучу, кучу всего, что принесли со школы в конце учебного года. Со школы отдали буквально все, 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 что принадлежит нашим детям. Очистили полностью учителя своей комнаты от вещей учеников. Ну что, с кого начнем? Наверное, с Лизочки, потому что у нее прям так и напрашивается ее пакетик. Посмотреть, что же там. Вот эти вот черные рулончики меня сильно смущали. Мне так интересно, что же там. Разрывай. Показывай. Так, это что такое? Пчела. Это пчела, которая пыляет цветочки? Это ты нарисовала, да? Угу. Класси на стене висела, да? Да. Я еще вот эту нарисовала. Сейчас посмотрим. Давай следующую. Давай. Открывай. Что это такое? Какая-то замечательная картина. Лиза. Это дерево. А это что такое? Это такой бихай. А, это как его? Пчелиный домик, короче, да, здесь? Я не помню, как он по-русски. Пчелиный рой. Пчелиный рой. Пчелиный металл. И там королевская. Да, цветочки, пчелки. И подписала учительница, да? А где королевская пчела? Потому что я вижу, здесь написано королевская пчела. А, это королева, да? Да, она большая. Да, большая. Давай высыпать в эту пакетику все содержимое. Ой, ой. Ой. Что это такое? Печа. Это на стене висела, да, с именем Лиза? Всегда. Ага, все, весь год. И вот самое интересное, это репорт-карт, как Лиза закончила год. Судя по репорт-карт, Лизочка отличница, только в некоторых моментиках у нее там на 5 с минусом. А так она почти 100% по всему, по всему, по всему. Здесь записочка на обратной стороне от учительницы, что Лиза очень крутой ученик, что она много трудилась, старалась, и что она добилась очень хороших успехов. И написано, спасибо, что вы разделили со мной ее. А вот здесь по-русски написано, очень хорошо учительница учила русский язык, когда училась в школе. Поэтому она решила отметиться. Это грамота Лизе за то, что она добилась хороших успехов в этом учебном году. А вот здесь то, о чем я вам потом расскажу, попозже. Очередное творчество Лизы. Это, видимо, в честь graduation, да, Лиза? Да. Ты рисовала? Да. Круто. А это, наверное, учительница сделала типа фотоальбома, да, для вас? Здесь Лизочка, она как все красиво учительница сделала. Здесь даже фотографии. Первый день школы, какая Лиза была. А это ты делала, да? Так, дальше. Это вы на филтрип ездили, правильно? Угу. В автобусе. Тыку Лиза привезла перед Хэллоуином нам домой. Это твои подружки? Я вот такую подружку не помню. То есть это из другого класса, да, видимо? Да. Так, это еще ты рисовала. Короче, вот это было летнее дерево, потом осень. Это вот было зимой, Лизочка. Зимнее дерево нарисовано. Джинджербред, это Крисмас, Рождество. Это весна цветущая. А вот смотри, День Святого Валентина, фотографии в школе. Смайлик, который тебе учительница подарила. С усиками Лиза сфотографировалась. Учительница, молодец. Знаешь, на память какую хорошую тетрадь сделала? Еще смайлик. А это День Рождения твой. День Рождения, это тебя сфотографировали в День Рождения. А вот это Гордейшин, Лизочки. И здесь письмо от учительницы. Ее подпись. Нет, конечно, типа английский. Молодец, учительница. А это что за такое? А, это Божья Коровка какая-то, да? Да. Здесь написано, что это насекомое, у него же есть ног, и ты нарисовала такую картинку, да? Это уточки, да? Цыплята. А это Божьи Коровки, да? Нет, это птицы. А, это птицы, да? А, это птицы. Я нарисовала много, чтобы показать. Они просто вот так полетели. Хорошо, а почему желтые Божьи Коровки? Просто бывают такие. Бывают? А, да, у нас, кстати, здесь Божьи Коровки не красные, они какие-то желто-оранжевые. Да, бывают такие желтые, оранжевые, еще красные бывают. Так, это вы писали буквы учились, да? Угу. Тетрадку отдала учительница. И картинки заодно рисовали. Ой, какой зонтик симпатичный. Как у Сони был, да? Который пламас. Рыба полосатая. Червяк. Рука. А это что такое? Йо-йо? Да. А, точно, Йо-йо. Лиса. Пчелка-королева. Классная. Котенок и радуга. Очень крутая эта художница. Так, вот, наконец, покажу этот тизел. Лизин поближе. 2017 год. Его теперь нужно сохранить. Еще какие-то две тетрадки. Короче, это неинтересно. Вот это интересно то, что у них бесплатные были карандаши в школе общие. И учительница в конце учебного года, чтобы очистить свою классную комнату, все карандаши, то есть эти краевые, разделила на всех учеников по пакетику. Так, давай этот пакетик, потому что тебе сегодня отдали еще откроем. Посмотрим. Так, конфетки обязательно. Как же, дети без конфеток, да? Так, это тут всякие листочки Лизины. А вот это, наверное, у вас в школе какие-то игрушки были, да? Типа лего что-то, конструктор какой. Лиза, вы играли, считали, да, с помощью этого? Да. То есть учительница раздала еще вот эти конструкторы, с помощью которых они учились считать. И книжечку подарила, да? Бискет и маленький щенок. Так, ну что, с Лизой мы закончили. Переходим к Софии. Смотрим, как Соня закончила учебный год. Ее рекорд карт. Так, во-первых, да, вот тут вот пропуски. Соня ни одного дня не прогуляла без уважительной причины. Это хорошо. Дальше, оценки. У Сони троечки и четверочки. Троечка означает, что она соответствует стандарту. То есть она знает столько, сколько должен знать ученик в ее возрасте, в ее классе. А если четверка, это значит, что больше, чем нужно, выше стандарта. Два – это не очень хорошо, а единица – это совсем плохо. Так, Соня, по поведению-то у тебя не очень дела, да? Вместо троечки – двоечки. Здесь тройка – высший балл, а двойка – средний балл. И Соня, вот, допустим, решать проблему позитивным путем. У нее были тройки, а сейчас двойки стали. У тебя какие-то проблемы появились? Два – это не значит, что плохо. Это не значит, что плохо, но похуже, чем три. И от учительницы здесь написано, что Соня старалась очень в течение года, училась. Прилежно стремилась добиться успеха. И написано, что она очень хорошо рисует. Рисует не красками, а именно карандашом. Сразу же отдали на следующий учебный год список того, что нужно покупать. Круто, теперь будем знать, когда будем готовиться к школе, что нам нужно. Это карандаши. Какие-то, Соня, что за карандаши? Это, ну, которые у меня из школы. Которые ты использовала в классе, да? Так, это твоя папка со множеством, со множеством всяких-всяких. Математика, 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 математика. Так, здесь вы на игру АП. Когда я вырасту, ты станешь учителем, учителем по рисованию. Ты что, серьезно хочешь стать учителем по рисованию? Круто. Короче, у Сони дальше куча ее рабочих тетрадок. Все, что она изучала. Еще тетрадка. Математика. Это математики. Странно, математика у вас, главное, с траткой в линейку используется. И наклеиваются листки, да? Это тесты два по математике, как я понимаю, да? Один тест, это вот четверки получил, это высший балл. А здесь сам тест, как они писали, хоть посмотрите. А, это геометрия, да? То есть по геометрии у тебя четверка, самая высшая оценка. Углы, фигуры. Это заключительный тест был, который был в мае, правильно? А это у тебя почти все четверки, две тройки, но общие поставили три почему-то, да? Это тоже самое. Нет, это алгебра. Примеры решать. Это по музыке. Да. Сто процентов позитивно ты по музыке. И это очень хорошая тетрадь, которую тебе дали. Это хендрайтинг, это прописи учиться писать. Соня, ты хорошо вроде пишешь, да? Да. Учительница хвалила тебя. Так, а ты начала уже тренироваться? Да. И отдали тебе, вернули вот эти разделители приметов из парки, да? Да, которые я не использовала. Которые ты не использовала, да? Еще от Сони у нас есть такая фиолетовая бумажка и у Лизы такая же. Мы потом, после Николая расскажем об этом. Переходим к Николаю, наконец. Посмотрим, посмотрим, как Николай закончил у нас школу. Так, прогулял один день без причины. Ну, это мамина вина, я забыла позвонить. Ну, сейчас Коля ему болел. У Коли, у Коли тут сплошные четверки закончил. Ой-ой-ой, Коль, ты прям молодец. Не, есть троечки, но в основном четверки. Поздравляю. Самый лучший у него результат, конечно, по чтению. По чтению и по математике. Вот у него четверки, все по математике. По поведению Коля просто идеально себя ведет по сравнению с Соней. Обычно наоборот, девочки и мальчики. Девочки лучше сядут, а мальчики похуже. Нет. Так, во всем остальном тоже. По физкультуре все хорошо, по музыке у него все хорошо, все замечательно. И на другой стороне учительница вот написала вот такой целый абзац про Николая. Тоже здесь хвалят, что Николай очень хорошо трудился весь год, что старался и что он должен иметь огромный успех в третьем классе. И пожелала хорошего лета. Самое больное место у Коли это почерк его. И учительница положила, чтобы он тренировался. Вот такую вот тетрадочку. Хорошая такая тетрадочка. Соня такая же. Правильно рисовала. Соня немного другая, у нее пропись. А у тебя просто нужно научиться писать буквы хорошо. Дальше у нас у Коли три грамоты. Одна за достижения в учебе, за хорошие успехи. Другая за... А, по музыке. И еще Николаю Капустин дали за селф-менеджер, за поведение. Ты себя хорошо в школе ведешь, да? Да. Послушаем. Отдали сочинение Николая. В течение года то, что он писал, сочинение они пишут вот так. На таких листочках. Это Коля старался писать, поверьте мне. Это вот он здесь красиво написал. Это тесты, экзамены. Этот был сделан в октябре, а вот этот в феврале. Вот это показывает то, что тут в столбце обведено, если было бы. То это четверка. То есть это круто, круто сдал и тест. Это значит хорошо. А вот это вот значит отставал почем-то. Это было в октябре, а вот в феврале Коля сдал уже. Вот у него 99, из 100, 99 баллов у него было. Короче, Коля подтянулся с осени, к весне очень хорошо подтянулся. Короче, это все по английскому языку. Надо было написать и ответить на вопросы, как он понимает текст. Это что такое? Это у вас на стене висело, да, Коль? Да. И здесь написано, что ты хочешь быть ученым? Да. Ты хочешь быть ученым? Да. Неплохо. Это какая-то твоя рабочая папка со школы. Здесь все, все предметы. Все, что касается, и мы рассматривать это не будем. Математика, сайенс. Все, что осталось. Короче, вернули просто папку. В ней все лежало, что касалось разных предметов. Это, что это за тетрадка, почем? Это математика. Математика? Да. А здесь все пусто, да? Да, потому что мы даже в этом больше не работаем. Чуть-чуть только здесь поработали, и все. Это Reader's Notebook. Это чтение, да? Нет. Это отвечать на вопросы о том, что ты прочитала. Это книжка, которую мы читали. Здесь название книги, а здесь надо отвечать на вопросы, да? Про эту книгу. И последняя тетрадка, сайенс ноутбук. Ну, здесь как-то у вас прям побольше всего, да? Да. Тоже чисто. Так, здесь видите насекомые. Вот так вот выглядят рабочие тетради учеников. То есть они здесь не пишут, а вклеивают. Практически все. Динозавры. И смотрим, что Коря сегодня принес в пакет. Это тебе из огорода дали. Да. А зачем тебе это дали? Это от лука, головка с семенами. Это листья какие-то салата, клубника помятая. Книгу. Это ты сам выбирал или всем подарили одинаковое? Я выбирала. Так. Титаник? Да. Крутая книга. Это что такое? Так, ну это какие-то подарочки. Это учительница подарила, да? Нет, это за Ред Сталинс получил. А, ты купил. Это стиралочка такая, резинка стиралка. Карандаш тоже за Ред Сталинс? Я не купила, это учительница отдала. А это подарила учительница. Мыльные пузыри. Я люблю открыть. Там палочка есть внутри? А, я не знаю. Короче, жидкость. Запускать мыльные пузыри. И напоследок мы открываем тот загадочный конвертик, который был у Лизы. Я думаю, что знаю. Ура! У нас таких три. И это у нас... Сильвервуд тикетов. Тикеты в парк аттракционов, который находится в соседнем штате. До него полтора часа езды. И это билетик на целый день. Туда входишь по этому билету, катаешься на чем захочешь. Называется Сильвервуд. И сколько захочешь? Ура! На целый день. За фри. Эти три тикета даются в школе за то, что дети читают. Весной такая программа в школе. Десять часов нужно читать. Помните, мы формы заполняли? Да. Нужно заполнить форму специальную. Туда написать книжки, которые читали. И сколько минут читали. И все вместе должно быть всех книг на десять часов. Вы хотите Сильвервуд? Я хочу очень! Я не хочу просто... Ну, посмотрим. Там такие эти аттракционы, на которых даже я бы побоялась покататься. Вот такой тикет, если при входе в этом парке, стоит сорок восемь долларов. Если покупать в магазине, то стоит сорок долларов для взрослых и тридцать, по-моему, для детей. Я точно не знаю. Не уверена. А нам дали вот таких три бесплатных тикета. И, возможно, мы поедем. Все показали, все рассказали. Учебный год закончился. Начинаются крутые, длинные летние каникулы. А 30 августа мы опять пойдем в школу. Наше видео подошло к концу. До свидания!